Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. В этом видео я расскажу о новой технике игры средними и длинными шипами. Ну новая, может она и не новая, но я хочу обратить ваше внимание на этот вид техники. На чем он вообще основа, почему надо изучать и смотреть? Он основан, вот видите, эспандеры, тренируется кисть, и в принципе для игры этой техникой этого достаточно. То есть не надо делать большие там физические нагрузки, перемещения, как при выполнении топ-спин. Почему? Я объясню, ну и покажу. За основу я взял шипы доктора Дебавара к игру вот на основании джекпот. То есть буду я играть слева, вот. И первое, что я хочу показать, это игру накатом. Обратите внимание на игру накатом двух видов. То есть первый вид, это как бы обычная такая подкрут и закрывание кисти, вот. И второй, это именно такой вот толчок, удар, буквально 2-5 сантиметров, вот. И мяч летит довольно неприятно. Итак, смотрим накатом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Ну, вы видели, в целом задействована кисть и предклечки. Ну, представьте себе, допустим, я сталкивался с любителями, которые от с нуля начинают играть в настольный теннис. И начинают традиционно с изучения топ-спинов. В нашем случае мы рассматриваем топ-спин слева, да, игру слева. И берем любителя, который три года, три года, заметьте, изучает топ-спин слева, начало, продолжение, вот, от с нуля. И берем другого любителя, который, вот вы видели в видео, изучает игру накатом, толчком, длинными шипами. И потом через три года мы встречаемся с ним. Вот, как это выглядит? Идет подача, к примеру, я срезаю, и тот, кто изучал топ-спины, начинает атаку топ-спином. Ну, представьте, что это за топ-спин. Во-первых, ну, слабый, с высокой траекторией, я и не просто переведу его, и для того, чтобы успеть в другой угол, мне необходимо тренировать ноги, или какой-то, ну, кроме топ-спина справа, удар, там, слева, справа, накатом. Вот, и если верну налево, то надо тренировать второй топ-спин уже по плоскому мячу снова на различных скоростях. То есть, куча нюансов. А теперь берем любителя, который тренировал именно технику игры с шипами. Там особо не так критично приходящий мяч. Ну, не успели вы ногами, значит, ну, мяч по-любому попадет на стол, но просто будет более слабый. Вот, если успели ногами, значит, можете сыграть по направлению, надавить. Опять же, физические нагрузки, вы стоите возле стола, если вам перевели в другой угол, просто подставите руку и переведете мяч. Не надо вбегать, подседать, как при выполнении топ-спина, делать разворот. Дальше я хочу показать начало по подрезке. Начало по подрезке тоже есть двух видов. Вот, и первый вид, это, который вы видите на видео, это я начинаю именно толчком. То есть, просто переворот такой, открывается кисть, и как бы переворачиваете, ну, обычно говорят, да, сковородочку там салатиками. Ну, что-то похожее, переворачиваете только с обратной стороны. Вот, другой вид, начало, ну, это традиционно, когда подседаете, даете немножко вращения и удары. Если чистое вращение, мяч, ну, свалится в сетку, потому что сцепка шипов есть, но он небольшой. Вот, а если просто удар, то он не так контрольный. И вот так как бы подцепили и ударили. Вот подцепили и ударили, это вы сможете увидеть в конце ролика, там, где будут отрывки с моих матчей, или в матче, где я так начинаю. Итак, смотрим, начало по подрезке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на прием подачи. Вы знаете, при игре классическим, например, гладкими накладками, я вам подаю длинную подачу налево, а следует начинать топ спин. И вот здесь есть разные варианты. То есть, если быстрая подача, то надо не опускать руку вниз, провести вперед, или принять даже накатом. Вот. Если подача с нижним вращением, подсесть и крутануть мяч, ну и так далее, идет различное количество нюансов. И, соответственно, в зависимости от уровня игрока, в зависимости от уровня техники, идет выполнение. Вот. При приеме коротких подач так же самое. Ну, что там следует? Там скрут, ну или простая снестка. При игре с шипами немножечко проще. Ну, сейчас вот на этом видео в основном будут короткие подачи, вот, которые я ускидываю. Вот. Причем там даже разные обращения. Скидывать и можно скидывать на реакцию. Летит довольно быстрый мяч на край стола. Вот. Который надо обработать. Накатом он свалится в сетку. Надо завысить траекторию. Там уже идет розыгрыш. Ну и до банальной срезки. Мяч летит тоже быстрый и плоский. Соответственно, тоже на... Понять, что там летит. Не срезка, а плоский мяч. Вот. И не допустить при этом ошибку. Что же делать при длинных подачах? Ну, при длинных подачах при игре с шипами очень просто. Если длинная боковая подача и плоская подача, можно просто толкнуть мяч вперед. Ну, не успели, толкнули. Вы попадаете, и там сопернику надо еще разобраться, как начать атаку. Ну, а с нижним вращением надо немножечко подсесть, конечно, тоже где-то выдернуть кисть. Здесь, ну, надо поработать с нижним вращением. Или же другой вариант традиционно открыть и снова толкнуть. Смотрим прием подачи. Аплодисменты. Многие спрашивают и говорят, ну, вот длинные шипы, средние, там, короткие. Ну, в Мировой Десятке нету игроков с такой техникой. И с таким инвентарем даже. Но я вам скажу, что, во-первых, те, кто играет в Мировой Десятке, вряд ли будет смотреть этот ролик. Вот, а во-вторых, играть вам. И вам встречаться, ну, не с игроками там топовыми, а встречаться в субботу, в воскресенье на обычных соревнованиях. С обычными игроками, которым придется решать проблемы как инвентаря, так и вашей техники, насколько вы ее развили. Сейчас разберем контратак. Значит, на этом видео я в основном старался применять такой удар. Вот, я сразу скажу, что он очень разрушительный, практически он выигрывает очко, но он очень нестабильный, потому что ракетка открыта, прямая, и надо хорошо оценить прилетающий мяч. Можно просто подставить ракетку, будет пассивный блок, под сетку, вот, ну, и сыграть там переводом. Ну, а если сыграть в скорость, это надо закрыть ракетку, когда следует топ-спин ответить. Мяч, конечно, на сторону соперника прилетит, в целом простой, ну, как подблока, с небольшим вращением. Вот, но в то же время он будет по скорости, если соперник не вышел ногами, довольно разрушительный. Смотрим. 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 Вообще, какой стиль при использовании такой техники? Значит, стиль выходит таким образом, что, первое, можно агрессивно принимать подачи, получать удобный мяч и справа, или топ-спином, или плоским ударом добиваться успеха. Также можно и слева, если мяч в высшей сетке, вот этот толчок или удар тоже довольно мощный и очень разрушительный. Вот, дальше, естественно, можно принимать подачи и у коротов, летит плоский мяч, после которого будет в любом случае вам длинный возврат, и вы сможете начать атаку. Вот. И можно просто срезать. Ну, тут, конечно, есть зависимость от уровня вы игроков, потому что, если последует сильный топ-спин на реакцию, то позиция непростая. Тут неважно, каким инвентарем вы играете. Вот. Ну и сами, естественно, начало по подрезке можно выработать очень сильно. Тут уже зависит от ваших технических возможностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА